Всех приветствую, друзья! Сегодня у меня Huawei P-Smart. Только-только начал его разбирать. Не доводилось мне менять еще дисплейный модуль на этой модели. Вообще, я вам скажу, дисплейные модуля я меняю довольно редко. В основном мне приносят ремонт посерьезней, связанный с системными вкладами. Ну и бывает, конечно. Просто есть свои клиенты, которые несут только мне, ну а им, как вы понимаете, работу носят всякую. Носят и доверяют. Снимаю слот. Думаю, ничего особенного нету в замене дисплейного модуля именно на этой модели. P-Smart. Все вы уже знаете, что такое Huawei. Он себя уже показал. Довольно авторитетная модель. Так, вот я аккуратно стараюсь снять крышку и вижу, что камера, двойная камера на нем стоит, она осталась в крышке. Аккуратно ее соединяем. Обратите на это внимание. Видите, да, она вылезла аккуратно пальцами, не трогайте линзы. Так, и отпечаток у нас здесь завис. Вообще смартфон у нас включен. Прекрасное качество дисплея. Так, не оставил ли нам клиент код? Код клиентка у нас не оставила. Ну что ж, будем менять без кода. Так. Включаем дисплейный модуль. Так. Прекрасное качество дисплейный модуль. Так. 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 Подписывайтесь на наш канал. Заглушка, под которой находится шлейф отпечатка и что-то еще, по-моему, дисплейный модуль, какой интересный расписанный сим-слот в этой модели, и так, подключаем отпечаток. Да, это дисплейный модуль, отключаем батарею, такая же наклейка, такая же заглушка, пока еще опечатанная. Такие же винты. Включаем батарею, пристегиваем новый дисплейный модуль для проверки. Отключаем батарею, включаем телефон. Отключаем батарею. Прекрасная чувствительность, качество дисплея неплохое, совсем даже, выключаем аппарат. Проклеен дисплейный модуль. Здесь у нас все заклеено, почти все, подсветку надо будет заклеить, и разъем тачскрина, часть завода, неплохо. И так, друзья, дисплей работает, теперь шлейф у нас идет под батареей, поэтому батарею мы сейчас снимем. Надеюсь, на легкое соединение батареи от каркаса, не хотелось ее гнуть, но уже вижу, что легкого не получится, поэтому сейчас ставлю на сепаратор. И разогретый телефон, снимаем батарею и дальше по плану. И так, ставим сепаратор, сепаратор у меня почти горячий. Ставим на паузу, пусть разогреется пока. И так, друзья, продолжаем. Греемся на сепараторе, телефон еще на сепараторе. В общей сложности около минуты уже прошло. Давайте теперь попробуем ее отсоединить. Слышу звук отклеивания скотча, но сказать, что это легко будет, и я не сказал. Слышу звук отклеивания скотча. жидкость тот же изопропил подождать минут 10-15 тогда извлечение батареи будет более мягким вот так вот если вы не уверены что можете снять батарею то конечно заливайте ждите дождитесь размягчения вот этого скотча довольно крепкого 15-20 потому что если повредите вот эту обшивку будет плохо идет сменять батарею может быть не сразу со временем все нормально батарея снята ничего не повреждено обратите на этот эпизод внимание особое друзья снятие батареи на таких телефонах и так девайс уже остыл попробую оторвать спасать его все равно не надо легко отходит очень легко отходит мне кажется можем было дисплейный модуль даже и без нагрева снять что не скажешь и батареи так вот и все аккуратно чтобы не было крошек не люблю стеклянные осколки на рабочем столе поэтому по возможности стараюсь их не оставлять не только что у нас здесь интересно здесь у нас все проклеенное как видите катоном вот снимаем конечно же защиту верхнего динамика и снимаем каптоновый скотч с оригинала наклеиваем на новый тачскрины потому что новый указ проклеен не полностью заклеиваем разъем тачскрина здесь наклейку с подсветки, легко снялся дисплейный модуль, я думаю, вообще рабочий остался. Тоже клиент попросил вернуть ему, давайте сразу поставим защиту. Итак, друзья, дальше ровная рамка у нас достаточно, нету никаких косяков. Убираем то, что может нам помешать. Так-то, в принципе, клиент пользовался телефоном, я думаю, совсем недолго, потому что все чисто, пыли даже практически нету. Давайте прикинем, как он будет смотреться, как он вообще влезет в свою рамку. Ну тут вообще отлично, отлично можно клеить. Клей будем наносить на рамку. Спасибо. 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 Ну и здесь, здесь удобнее будет нанести на сам дисплей по бокам. Поехали. Угу. 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 Ставим. Ставим. Укладываем батарею. Убедитесь в том, что она не гнутая. Обязательно, она должна быть ровная. Застёгиваем батарею. Шлейф нижнего модуля. Ставим заглушки. Здесь у нас идёт разъём отпечатка пальца. Застёг. 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 Ко мне пришли клиенты. Застёг. 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 Здравствуйте. Дорогие друзья, специальные зажимы. Ничего у нас тут клей нигде не вылез, всё отлично. Не определяется, потому что должно пройти 7 секунд, 8, 4, 3, да, но кода мы, к сожалению, не знаем. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был Huawei. Ставьте какие-нибудь пальцы, подписывайтесь на канал. Всем удачи в работе и до новых встреч.